Сегодняшний день без преувеличений, исторический для Украины. Страна отрезала торговые пути с оккупированными территориями на Востоке. Решение непростое и далось оно непросто, а вот к чему приведет, сегодня мы можем только предполагать. Но начнем по порядку. Последней каплей, похоже, стали события в зоне проведения торговой блокады. Ситуация там накалялась уже несколько дней, но прорвало ночью. Столкновение народных депутатов с полицией, потасовки, стрельба. С нами на связи Руслан Смещук, он работает на Востоке Украины. Руслан, здравствуй. Событий у нас очень много. Что происходит в эти минуты, сейчас? И потом я тебя попрошу напомнить события этой ночи. Катя, добрый вечер. Сегодня нам удалось побывать на железнодорожном редуте в Бахмуте. Сейчас это наверняка самая напряженная точка торговой блокады. И к ней приковано внимание и сторонников, и правоохранителей. Там мы встретили Владимира Парусюка. Он конфликтовал с полицейскими. Говорил, что за ним незаконно следят. А вообще ситуация там достаточно напряженная. Постоянно прибывают подкрепления, постоянно прибывают новые сторонники блокады. Хотя нам рассказали, что не все сторонники могут добраться до редутов. Многих просто задерживают на блокпостах полицейские. И там же постоянно ожидают силового разгона. Ситуация напряженная. Мы ждем, что должно быть штурм. Тут сейчас с полиции присутствует зам начальника Донецкой полиции, зама Броськина, с которым мы только что щас поспілкували. В принципе, мы видим, что полиция налаштована на то, чтобы все-таки або совершить какую-то провокацию, або для того, чтобы выполнить на наш редут штурм. Руслан, ну вот накануне произошел инцидент между Владимиром Парусюком и нацгвардейцами. Последним даже пришлось открыть стрельбу. Какие аргументы, какие заявления от сторон конфликта ты услышал сегодня? Катя, ну вот нам сегодня удалось пообщаться с непосредственным участником этой конфликтной ситуации, с нардепом Владимиром Парусюком. Мы его встретили на том же железнодорожном рядуте в Бахмуте. И он нам изложил свою версию произошедшего. Нашу дорогу перекрыли працівники полиции. Я вышел, запитался, в чому справа. Заблоковали сразу доступ до моего автомобиля, тобто вот мой транспортный засіб. Его не пускали, не всередину. Началась стрельба автоматными чергами, не одиночными выстрелами. Вони, попереджувальні постріли, мають робити один раз. Вони стріляли чергами. При тому всьому, що там були просто фиричні дураки, які стріляли в асфальт і кулі рикошетили. В то же время правоохранители говорят, що виновником цього конфлікта і його ініціатором був именно нардеп Владимир Поросюк. І сегодня же міністр МВД Арсен Аваков наградив полицейских, які вчера пытались не допустить Владимира Поросюка і його сторонників на редутт торгової блокады. В одних пытались забрать оружие, в других просто народний депутат Поросюк отталкивал, всячески провоцировав конфликт, драку, показывал своё образное удостоверение депутата, при этом рукой бил сотрудника полиції в лицо этим же удостоверением. Встречали очень много с його сторони людей, які приїхали вместе с ним. Угрожали вырезать семьи, найти и вырезать все семьи, которые, учась сотрудників, які участвовали і були на блокпосту. І ще одне важне сообщення. Сьогодні генпрокурор Юрий Луценко заявив, що не ісключає, що вже в ближайшее время в відношені Владимира Поросюка начнутся следственні действия. Йому об'являють о подозріні і за його дістію вчера на блокпосту. Буквально сьогодні слідчі МВС, які порушили відповідні провадження, які провели відповідні слідчі дії у випадки військовослужбовців національної гвардії, зустрічаються і з прокурорами. В разі, якщо буде достатньо підстав, справа перейде до головного слідчого управління генпрокуратури України. І це може привести, підкреслює, може привести до висновлення підозрів народного дату, господа, Поросюку. Ну, от, тим не мене, участники торгової блокады рассказали нам, що разъїжджатися по домам вони не собираються. Более того, появилась інформація, що вони возобновили блокування железнодорожного сообщення на ветці в кривому торце. Тобто, як ви бачите, ситуація продолжає накаляться. Студія. Руслан, спасибо. Руслан Сміщук восстановив картину ночного противостояния в зоні торгової блокады.